Метод искусственного оплодотворения, который был внедрен в нашей стране, творит чудеса. В Атравской области в свои 52 года женщина родила первенца. На свет появился здоровый малыш весом в 3 килограмма 70 грамм. Сейчас мама и ребенок уже находятся дома, их состояние хорошее. О долгожданном рождении расскажут мои коллеги. Долгожданное чудо в семье случилось 19 января 2022 года. Женщина поступила в Атравский областной перинатальный центр, где ей в экстренном порядке провели операцию и на свет появился мальчик. Как сообщили в областном перинатальном центре, долгое время женщина не могла забеременеть естественным путем, много лет потратив на лечение. И вот благодаря искусственному оплодотворению ей удалось забеременеть и выносить долгожданного ребенка. Я два года назад вышла замуж. Один год жили вместе, второй год лечились. Потом я забеременела. Хочу сказать большое спасибо врачам. Сегодня в стране действует программа «Ансагансаби». Это специальный проект, который призван решить проблему казахстанских пар, отчаявшихся иметь детей. По поручению президента количество выделяемых на процедуру ЭКО-квот увеличили в 7 раз до 7 тысяч. С бесплодием сталкивается каждая пятая-шестая семья. Это, к сожалению, горькая правда. Я уже 32 года занимаюсь этой проблемой. Уже 25 лет как я стала специалистом, работающим по методу экстракорпорального оплодотворения. Мы работали в основном на платной основе. С 2010 года наша страна начала работу со 100 квот. Однако сегодня решение о выделении 7 тысяч квот стало для нас большой радостью. Потому что это большая помощь, и все наши пациенты радуются этому. Метод искусственного оплодотворения был внедрен в нашей стране с 1995 года. Опыт начался с небольшой лаборатории. Сегодня стал Институтом фундаментальной научно-репродуктивной медицины. На сегодняшний день, то есть за 27 лет, при содействии специалистов Института родилось более 16 тысяч детей. Президент Касамжамат Тукаев поручил правительству с прошлого года запустить специальную программу «Ансаган Саби». На данный проект из бюджета выделено 6 миллиардов тенге. Участвовать в нем могут как семейные пары, так и отдельные лица. То есть сначала надо подать заявление, а потом в добровольном порядке дать письменные согласия. Отметим, что данная программа ЭКО в Казахстане стартовала в 2010 году. Субтитры создавал DimaTorzok